Всем привет! Сегодня готовим трубача. Это дальневосточный головногий моллюск, очень вкусный, но рецепт будет сейчас. Помимо трубача у нас еще есть зелень салата, которую мы будем жарить. Самое удивительное, что многие не хотят жарить салат, а это на самом деле опрометчиво. Так, имбирь. Небольшой кусочек имбиря к морепродуктам не помешает. Режем тонкой соломкой. Теперь немного чили перчика. Я люблю, чтобы вкус был пикантный у любого блюда, поэтому в зависимости от остроты, смотрите, кто-то побольше, кто-то поменьше, обязательно чеснок. Чеснока должно быть много, потому что любой морепродукт, креветки, рапаны, мидии, все любят чеснок. Вот. Самые вкусные получаются именно с большим количеством чеснока. Трубач не исключение и требует к себе особого внимания и особого вкуса. Трубач это моллюск, который живет в красивой ракушке, в такой. Водится на Дальнем Востоке. Это наш дальневосточный российский продукт. Ракушка у этого существа очень и очень красивая. Его оттуда достают, обрабатывают, очищают и он уже продается в свежемороженом виде. В принципе, кто бывал в Сочи и знает вкус рапана, он похож в каком-то смысле. Что-то такое среднее между кальмаром, рапаном, креветками. Ну вот, родственный вкус всем вышеназванным морским гадам. Обязательно лучок. Прям соломкой режем, такими полукольцами. Соломка это когда вдоль, полукольцами поперек. Красная луковица плоская, поэтому полукольца получаются сами по себе. Салат, в принципе, можно просто нарвать. Тут у нас особого предпочтения к салату нет. Я взял салат Роману. Можно использовать китайскую капусту. Можно использовать белокочанную капусту. Чаще всего салат не жарят. Вы знаете, да, что салат он и назван, потому что... Ну, он имеет название такое, потому что салат все-таки в нашем понимании это что-то такое свежее. Хотя есть теплые салаты, есть салаты, вообще не содержащие салатный лист. Поэтому тут все это, в общем, так, постольку поскольку. Но Роману очень вкусный жареный. Я его рву произвольно, так, чтобы потом было удобно есть. Ножки тоже оставляем, они будут хрустеть у нас в процессе. Теперь переходим к трубачу. Смотрите, моллюск имеет такую форму. Значит, вот эта вот более темная, это ножка его, в которой он ползает. А все остальное тело, оно тут разное. Где-то что-то оторвали, где-то что-то осталось при очистке. Вот, это примерно вот так. Вот здесь раковина у него. Вот так ползает. Вот. Соответственно, для того, чтобы нам, трубача, разделать, нужно его, во-первых, разрезать вот таким образом, чтобы он стал плоским. Теперь мы его просто нарезаем ломтиками, небольшими. Все, в таком виде он у нас будет в горячем блюде. Трубачка говядина, если его не нарезать, а оставить как есть, и таким образом термообработать, то, конечно же, в большом куске его трудно будет откусывать. Будет ощущение, что он резиновый. Безусловно, некая резиновость у него есть, как и у кальмара, как и у всего прочего. Поэтому, как и остальные головоногие моллюски, он требует очень нежного к себе обращения. То есть, нужно его очень аккуратно обрабатывать. Здесь, значит, есть какой-то вот хвост у него. Да, вот смотрите, вот такая вот штука длинная. Она будет жесткая, поэтому его рекомендуется обрезать. Все остальное, всю остальную часть точно так же разрезать вдоль и потом поперек. Можно наискосок, соответственно, превратить вот в такую нарезку трубача. Сковорода разогрелась. Кастрюля с водой закипает. Кастрюля с водой у нас для того, чтобы нам ошпарить трубача. А сковорода для того, чтобы обжарить немного арахиса, который у нас пойдет на украшение. Ну и как вкусовая добавка. Арахис жарен до темных пятнышек. Если у вас газовая плита, то жарьте на среднем огне. Следите за тем, чтобы арахис не подгорал. Во время жарки у него отваливается шкурка. Которую можно будет потом просто сдуть из сковородки в раковину. И все. И следите за тем, чтобы арахис все-таки немножко поджарился. То есть на белых точках, вернее на белых орешках должны появиться темные пятна. Когда понимаем, что уже арахис обжарился, мы можем его отставить уже с огня убрать. Для того, чтобы сковорода пока горячая, она еще дальше будет его досушивать и слегка дожаривать. Так, кипящая вода. Вода кипит, мы туда отправляем трубача. Прямо как только он туда упал, сразу же нам нужна или шумовка, или вот, у меня шумовки нет, у меня есть лопатка. Я сразу же его оттуда достаю. Он не должен вариться, он должен просто упасть в кипяток. Дальше разогреваем сковороду, делать нужно все максимально быстро. Сковорода горячая, бросаем сюда масло, причем сливочное. Пока масло топится, сразу же сюда отправляем лук, чеснок, имбирь. Обжариваем. Запах шикарный, шикарный. Сливочное масло с имбирем, луком, чесноком. Это вкусно. Сразу сюда перекладываем салат. Перекладываем, мешаем. Сразу снизу все поднимаем, чтобы у нас там имбирь, чеснок не горел. Романо, как и шпинат, как и весь другой салат, сразу начинает уменьшаться в объеме. По сути, нам не нужно его превращать в тушенку. Мы слегка обжарили салат. Тут же отправляем трубача. Прямо чуточку обжариваем вместе с салатом. Теперь мы сюда добавляем соль. Перец, немножко соевого соуса и лимонный сок. Все, теперь снова перемешиваем и снимаем с плиты. Все сочное, блестящее. Ароматное. Выкладываем все сразу в тарелку. Желательно тарелку иметь глубокую. Сверху не забывайте, что у нас трубача это главное. Трубач имеет сладкий вкус. Поэтому, когда вы его делаете со сливочным маслом, блюдо приобретает сливочный вкус. Оно становится нежным, ароматным. И я вас уверяю, что это самое вкусное вообще, что может быть. Быстро достаем арахис. Арахис нужно вот таким образом крупно нарубить. Ссыпем его сверху на трубача. Арахис нам придаст дополнительную хрустинку. И получится удивительного вкуса блюда с морепродуктами. Весеннее, легкое, низкокалорийное. И самое главное, очень и очень вкусное. Запомните самое главное, когда готовите трубача, термообработка должна быть нежная, деликатная, щадящая. Иначе он будет резиновый. А так вы получите максимальный кайф. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok